Да, старшенькому малышу 7 ноября уже будет 4 месяца. Но пока тут только, блин, пардон, под микроскопом. Я вот стараюсь рассмотреть и ничего пока не видно. Там я показывала на взросленьких, будет заметны моменты некоторые. На банане показываю, как выглядит самка. То есть чешуйки просто треугольничком над клакой, как бы такой вот домик, крышу изображает. И уплотнения хвоста снизу не сильно большие. То есть там гемипенисов нет. Бананов шелкнет, что за нафиг, что за стриптиз? Да, они обговаривали это за отдельную плату. На примере подрочного парнишки. Видите, вот такие вот поры, две полосочки сверху между бедер, так сказать. И у основания хвоста при пухлости две. Там гемипенисы находятся. То есть тут четко видно, что это мужчина. Ой, говорит, я такой красивый, да-да-да. И все еще в поиске хозяев с такими вот космическими глазками. Почему, говорю, после четырех месяцев можно будет определить? Потому что только после четырех, на пятом, шестом месяце, там уже как бы за счет формирования гормонов начинают проявляться половые признаки. Не четко в четыре месяца, а туда дальше, после четырех месяцев. Вот еще раз смотрим малыша. То есть, ну, пока я тут только домик из чешуек вижу, как под самочку. И уплотнение у хвоста еще не видно. Но это не факт. То есть подождем еще, а там посмотрим. То есть бывает вот так вот в раннем возрасте поглядели, а типа мужчина, не это самое, не формируются эти, ну, ими пенисы не видно, уплотнений нет, а оно хоба, через месяц там все надулось. Поэтому как бы обольщаться пока не стоит, я еще жду. Да, там, скажи, разберемся непринципиально. Может и самочка будет, да, вот такая девчонка. Поживем, увидим.